Самарский художественный музей представил картины Карла Брюлова. Кроме легендарных зарисовок, за которыми охотились ценители графики еще при жизни автора, на экспозиции представлены и ранние работы мастера, эскизы и монументальные росписи. Всего почти четыре десятка полотен. Шедевры искусства увидела Татьяна Пудова. Незавершенный портрет великой княжны Ольги Николаевны – единственная картина Брюлова на выставке из собрания Самарского художественного музея. Остальные привезены из питерского, русского. Это хрестомантийные работы и сенсационные находки последних лет. Есть несколько акварельных рисунков, которые Карл Брюлов выполнил в конце 20-х, начале 30-х годов 19-го века во время поездки в Италию. В Санкт-Петербург приезжает только в 1936 году. Получает звание профессора и право преподавания в Академии художеств руководит историческим классом. Через семь лет после возвращения он получает заказ расписать Исаакиевский собор. Он успевает расписать фигуры. Но в 1949-м он пишет прошение, чтобы его освободили от работы, от преподавания. И уезжает на лечение сначала на Мадейру, потом возвращается в Италию в 1950-м году. Но и в 1952-м году его уже не стало. Живописью Брюлов занимался с 10 лет в Петербургской академии художества. В 23 года за отличные успехи в учебе был командирован в Италию. Он был первым художником, прославившим русскую школу живописи в Европе. Его исторические полотна, парадные, камерные портреты, великое наследие, которому как к источнику вдохновения обращались многие поколения русских художников. И называли своего кумира не иначе, как Великий Карл. Это был художник, который снискал европейскую славу. Можно сказать, что это первый русский художник, который достиг такого признания. Потому что после того, как он экспонировал свою знаменитую картину «Последний помпеи» в Милане, ему предложили написать автопортрет для знаменитой галереи автопортрета художника в Уфейце, которая была создана еще в 16 веке. И отсюда прозвище Великий Карл абсолютно было уместно. Удивляет на экспозиции любители живописи и манера письма. Как рассказывают эксперты, многие картины на выставке совершенно не похожи на привычный стиль Брюлова. Организаторы экспозиции обещают массу невероятных открытий. Работы Великого Карла можно увидеть до 23 января. Татьяна Пудова, Виктор Соколов, Новости губерния. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова